Добрый вечер, уважаемые знатоки! В эфире Сумеры, и мы с вами играем в Dendy. Мой выбор пал на какую-то абсолютно случайную игру из огромного списка, которую я скачал архивом с какого-то неизвестного мне сайта. Там около полутора тысяч игр, и все они выходили... все они выходили. Суть в том, что все они на разных языках, есть какие-то пиратки, есть, как вы видите, китайское что-то. И, видимо, нам рассказывают очень интересную историю. На предыдущем кадре был пацан с палкой, и теперь мы видим горы, и следует предположить, что он собирается в какое-то далекое горное путешествие, чтобы стать тибетским монахом. Нам на выбор предлагают две опции и по два иероглифа. И хрен бы знает, что они означают. Так, я так понимаю, что вот это все-таки запуск игры. Итак, отлично, это JRPG. И здесь будет, я так понимаю, очень много текста с иероглифами. Но будем считать, что мы бывали в волшебное королевство из нашего мира в какой-нибудь параллельный, и мы не понимаем языка тамошних обитателей. Поэтому мы будем кивать на все их вопросы и просто сыграем в дурачка. Но они все никак не хотят затыкаться. Все, наконец-то я могу поиграть. Так, у нас есть кровать. Могу ли я сразу лечь спать, чтобы весь этот кошмар прошел? Нет, лечь спать я не могу. Хотя, может, другой кнопкой? Нет, не могу. Пошариться по шкафам нам тоже не дают. Вот, и походу нам придется общаться с кем-то из этих сумасшедших. Красный или синий? Синий или красный? Я думаю, что лучше синий, потому что синий преобладает более таким холодным характером, и он точно не будет нас бить по морде. И что же, по волшебству мы начинаем говорить на одном с ними языке, но проблема это не решает, потому что я все равно не понимаю, о чем идет речь. Он мне что-то предлагает, и я так не знаю, что можно отказаться как-нибудь? Нет. Мне даже страшно подумать, что он мог меня спросить. Ладно, отвечу, наверное, вот это все-таки, это нет, и ничего не произошло. Ладно, рискнем, и что будет, если я скажу да. Я так понимаю, он предлагает нам приз куранту, только чтобы значить их все эти значения. Допустим, внизу у нас, я так понимаю, это наши деньги, 6 тысяч, 65 тысяч, 280 чего-то. Давайте купим самое дорогое, наверное, самое лучшее, и даже побольше, чтобы в прок про запас, ну и по одной этой, наверное. Так, супер. Что мы можем здесь сделать еще? Это непонятно, это просто ящики, или их можно открыть? Может быть, теперь нам синий человек что-то скажет? Нет. Придется идти в большой открытый мир. Я так понимаю, по времени суток это раннее утро, или наоборот, осенний закат. Мы находимся в какой-то непонятной еревушке, и мы видим ушастого, наверное, эльфа. С очень длинными волосами, либо он очень толстый. Ладно, что ты нам скажешь, товарищ? Много-много иероглифов, и ничего полезного. Мы зашли в очередной дом, который по обстановке ничем не отличается от остальных. Точнее, от остального, в котором мы уже появились. Как минимум, что это выход. И мы попали на карту приключений. Пока что не вижу ни одного врага, с кем на карту. Итак, я вижу врага. Хорошо, что здесь команды отображены иконками. И, я так понимаю, можно сделать с ними что-нибудь нехорошее. И количество жизней меня несколько пугает. 65 тысяч 535. Ладно, что ж, попробуем атаковать кого-нибудь одного из них. Самый страшный, мне кажется, это пень. У него очень зловещая морда, и мы его сразу же убиваем. Отлично. Попробуем использовать магию. У нас есть 10... Точнее, вещь, которую мы купили за 10 чего-то, и мы используем его на ниндзя. Наверное, ниндзя очень испугался меня. И попробуем еще раз добить пень. Отлично. У нас есть дровишки. А теперь остался ниндзя. Может быть, мешочек предложит ему взятку, чтобы он исчез. Да, я сейчас несу полную херню, потому что сейчас уже почти 2 часа ночи. И я за последние полутора суток спал около часа. И никаких умных идей в голову мне не приходит. Что, давайте добьем у этого засранца. И мы получили 50, 15 и еще иероглифов каких-то. Что-то враги здесь слишком часто появляются, и все они однообразные. Отлично, по крайней мере, долгнем. Убили в этот раз с одного удара. И ниндзя. Что ж, собственно, это прогресс. Возможно, в следующий раз на нас даже никто и не нападет. Даже теперь идти. Развилка вправо или вниз? Вниз или вправо? Давайте по нему вправо. И мы попадаем в очередную деревню, где нас встречает репоголовый ребенок. Очень жуткий на вид. Это, наверное, граф Вишенка или Чиполина. Скажи нам что-нибудь уже. Нет, лучше больше никому не обращаться за просьбой, чтобы он нам что-то сказал. Из колодца и спить нельзя. Ну, возможно, можно зайти... А, нет, подождите, тут есть кувшинчики. Кувшинчики, нет. У них тоже ничего. Посмотрим, что у них в домах. Абсолютно тот же самый интерьер. Украсть ничего нельзя. И поспать, я так понимаю, тоже. Нет, конечно. А, нет, 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 подождите, я видел ящик. О, сейчас мы назовемся. Мы нашли 5 иероглифов. Отлично. Что ж, будем считать, что это некая валюта. И если бы они, конечно, все, что они говорят, превращалось в деньги. Хотя все равно суть от этого не поменяется, ничего нам бы и не даст. Человек с двумя иероглифами на что-то спрашивают. И нам предлагают, что выбрать. Конечно же, это же не визуальная новелла. Так вот. Так вот. Ничего интересного мы в этой деревне не получили. Это какой-то явно склад, который тоже нельзя ограбить. Значит, пойдем вниз. Что нас ожидает внизу? Очередная деревня. И к нам подбежал какой-то мужик. Что-то от нас хочет. Что от нас хочет этот товарищ полицейский? Зачем ты на меня напал? Нехороший человек. Я же ничего не сделал. Я всего лишь вытащил несколько иероглифов из сундука в соседней деревне. Неужели это такое преступление? По крайней мере, мы что-то с него получили. Итак. Вот видите, уже стоило, так скажем, ворваться в гетто в чужой район. И на нас сразу нападают из ниоткуда. Наверняка требуют денег. А вот этот чувак тоже, видимо, злыдень. Что ж, я как-то не вижу изменений по количеству здоровья. Потому что изначально там было 60 тысяч, а сейчас у нас по... Этот человек как-то не умер. Видимо, на пути к нему стоит очень много нехороших людей, которые хотят меня убить, прежде чем я смогу поговорить с этим синим рыцарем или той. Давай, скажи нам что-нибудь. И это всё? Ужас. Ну вот, опять. Нет, всё-таки надо посмотреть после этой битвы, есть ли у нас счётчик здоровья или нет. Ну или типа того, что из этого можно... Что из этого можно извлечь. Так, на старт, на селект. На селект что-то есть. Но я даже боюсь среди всех этих обезьян что-то выбирать. Я хотел бы вернуться обратно в игру. Отлично. Судя по всему, нам здесь больше ничего не светит. Хотя это, я так понимаю, магазин. Там была нарисована колбочка. И тут много зелёных личностей. Судя по тому, что у них на столиках какие-то... Не знаю, вот этот, наверное, хлеб. А вот здесь рюмка с водкой, Иван. Этот какой-то старый викинг. По крайней мере, мне такому кажется. Он со мной. Наверное, он спросил, хочу ли я с ним выпить. Но, естественно, хочу. Похоже, что зря я это сделал. Вероятно, он меня всё-таки перепил. А я умер от алкогольной передозировки, потому что у меня работать не на клавишке. У меня всё работает. Я жил, протрезвел. Сколько здесь я провалялся, не знаю. Но что нам продадут эти уважаемые продавцы. Я так понимаю, этот выбор тот же самый, что был и в первой деревне. А здесь у нас... О, конечно, всё, по полторы тысячи побольше. На все деньги. Всех угощаю. Супер. Супер. Я даже не знаю, что я купил. Был бы здорово так ходить в магазин, не зная, что покупаешь. Все товары были бы коробочками с вопросительным знаком. Придёшь домой, у тебя вместо гречки молоко. Так, давайте всё-таки посмотрим, что у нас эти менюшки дают вот этот что. Бесконечные иероглифы. Бесконечные... Нет, не бесконечные. Три иероглифа, по десять чего-то. Тоже какие-то выборы. Я просто боюсь цирка, и вдруг у меня сейчас персонаж сдохнет. Я уже столько прошёл. В принципе, можно даже попробовать. Я что-то сломал. Походу, не нужно было нажимать последний пункт в меню. Что ж, пожалуй, всё-таки это конец игры. Я забыл сказать, что игра называется DAHUAKSIGONG или как-то так по-китайски CHB1. Не знаю, что это означает. Вообще, спасибо за просмотр. Всего доброго и до свидания.